Лучшие русские детективные фильмы 2024 года в этой подборке. А начнем мы с фильма под названием «В потоке трех стихий». Это спортивно-детективная драма с Александром Головиным в главной роли, вышедшая в свет в июле этого года. В центре сюжета этой истории Влад Фокин, знаменитый спортсмен, участник Олимпийских игр и чемпион России по прыжкам в воду. Но в последнее время его одолела апатия, на которую не может повлиять даже родной отец, а по совместительству и тренер Влада, из-за чего карьера молодого человека идет на спад. Так продолжается, пока к Владу не обращаются следователи с весьма необычным запросом. Полицейские ищут грабителей, которые каждый раз скрываются с места преступления, прыгая в воду с высоты. Следователи подозревают, что преступники могут появиться на грядущих соревнованиях по клифф-дайвингу, поэтому просят Влада принять участие и заодно постараться вычислить грабителей. Ну а что из этого получится, расскажет данная история. В 2024 году также выходит весьма любопытная детективная драма «Тальков». Это история о жизни и трагической смерти известного музыканта Игоря Талькова, а также о непростом периоде в истории страны, на который пришелся расцвет карьеры артиста. В центре сюжета окажется не фигура убийцы-музыканта, а поиск причин этого убийства, расследование цепочки событий, которые привели к трагической развязке. Кинопленка номер 8 – это мистический триллер Ильи Хатиненко по сценарию Сергея Николая Меркульевых. Главные роли в фильме сыграли Кристина Асмос и Даниил Воробьев. История перенесет зрителей в 1990 год. В заброшенном кинотеатре небольшого российского городка при загадочных обстоятельствах пропадает мальчик, пытаясь найти ребенка его мама Мария, владелица видеопроката. В том самом кинотеатре вынуждена пойти против местного авторитета Егора Бочарова. Ее неожиданным союзником становится преступник Дмитрий Шилин. А вскоре женщина понимает, что в кинотеатре обитает призрак, который каким-то образом связан с исчезновением ее сына, а также таинственной кинопленкой под номером 8. Исчезнувший велосипед – комедийный детектив, основанный на пьесе Константина Костенко «Исчезнувший велосипед или задача по математике», о поисках смысла и предначертанном существовании. Это режиссерский дебют театрального режиссера Юрия Муравицкого, а главную роль сыграли Тимофей Трибунцев и Антон Лапенко. Премьера фильма состоится на кинофестивале под названием «Дух огня». События фильма происходят в учебнике по математике за пятый класс. Тано, каждый день пешеход выходит из пункта А и направляется в пункт Б, по пути встречая велосипедиста. Затем он возвращается домой, где его ждет верная жена, а на следующий день все повторяется. Но однажды условия задачи меняются. Следователь останавливает пешехода, сообщает ему, что велосипедист исчез и предполагает вместе отправиться в пункт Б, чтобы опросить свидетелей. Вопрос, что же случилось с велосипедистом? Вместе навсегда. Это, друзья, мистический триллер-детектив с Шамилем Мухамедовым в главной роли от телеканала ТВ3. По сюжету данной истории дизайнер Евгений покупает в ипотеку квартиру. Он рад выгодной сделке, жилье досталось ему ниже рыночной стоимости. Но вскоре после заселения обнаруживается подвох. Жене начала снится бывшая хозяйка квартиры, которая называла ее убийцей. Из-за постоянных кошмаров и странной атмосферы в доме, девушка-дизайнера бросает его. Отменить сделку Женя не может, поэтому решает разобраться, что же случилось в квартире и кто ему снится в кошмарах. Магазинчик на колесах. Это детективная мелодрама о деревенской продавщице, которая путешествует на автолавке, вышедшая в свет 5 апреля 2024. Продавщица деревенского магазина Надя узнает, что и муж, избежавший от нее к соседке, оформил на нее огромный кредит и исчез без следа. Теперь героине нужно или вернуть банку деньги, или отдать свой единственный дом. В отчаянии Надя решает забрать оставшуюся после мужа автолавку и пытается заработать деньги. Она отправляется по ближайшим населенным пунктам, развозя продукты. Попутно Надя пытается решить и свои личные проблемы, в том числе и начинающийся роман с местным участковым. Вы меня видели? Это детективная драма с элементами триллера о семье переживающей несчастье с Никитой Ефремовым и Светланой Ивановой. По сюжету, полтора года назад где-то под пермью пропала девочка. Все еще, надеясь отыскать дочь, ее мама Вера обманом устраивает семейную поездку в те края, где произошло исчезновение. Но в пути случается новая трагедия. Старшая дочь, не чувствующая от родителей любви и внимания, решает убежать от них. «Руки вверх» — это фильм о становлении культовой российской поп-группы, на чьих хитах выросло целое поколение. Лента снята в жанрах драмы, комедии и детектива. Музыкальный фильм «Путешествие» по биографии солиста и лидера группы «Руки вверх» Сергея Жукова, погружающий в личные воспоминания певца о его жизни и творческом пути. Сергей родился в небольшом городке Димитровграде. Именно здесь началась история ансамбля «Руки вверх». В те времена провинциальный мальчишка писал робкие песни о любви, чтобы впечатлить девушку и в мечтах пробиться на радио. Он и подумать не мог, что однажды его песни будут собирать в стадионы, а сам он станет одним из самых востребованных артистов страны и кумиром поколения. «Брат 3» — это дебютная полнометражная картина художника и режиссера Валерия Переверзева, не связанная с диалогией Алексея Балабанова. Премьера фильма ожидалась еще в 2023 году, но несколько раз откладывалась. Лента «Брат 3» состоит из отдельных новелл, которые объединяются криминальной идеей. Тамбов — начало 21 века. Генеральская дочь влюблена в уличного художника, но отец не одобряет ее выбор. Однажды двое горе-грабителей из преступной группировки, возглавляемой братом-близнецом генерала, проваливают очередное задание. Эти события приводят к неожиданным для всех героев последствиям, которые меняют их жизни и разрушают их семьи. Ну и, наконец, мужское слово. Это остросюжетная драма Сарика Андреасяна с Павлом Прилучным в главной роли. В жизни Андрея происходит несчастье. В результате несчастного случая его 10-летний сын Илья впадает в кому. Врачи сообщают Андрею, что медицина бессильна, и по закону мальчика придется отключить от аппарата поддержание жизнедеятельности. Но отец не готов сдаваться. Андрей пытается использовать любую возможность, предлагая взятку, всячески убеждая врачей, что нужно немного подождать. Но ничего из этого не помогает. Тогда герой решается на отчаянные меры. Угрожая оружием, он баррикадируется в палате с Ильей и берет в заложники врача с медсестрой. Ведь отец дал сыну мужское слово, что спасет его. И он сдержит его, чего бы это ему не стоило.